За минувшие сутки украинские защитники отбили более 150 атак врага на пяти направлениях. Продолжая вооруженную агрессию, российская оккупационная армия ежедневно несела значительные потери в живой силе, как это вы уже могли видеть в сводке Генштаба. Цифра перевалила за 150 тысяч солдат Российской Федерации, которые уже погибли. Ранее мы сообщали о переполненных медицинских учреждениях временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области. И на самом деле тенденция тут не исчезла. Недавно одна из больниц города Горловки получила указание про увеличение койкомест для приема раненых захватчиков. Вот такой показательный момент. Да, за это время Российская Федерация нанесла 32 авиационных удара и 6 ракетных ударов. Совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре. Да, это очень важное уточнение. На самом деле оккупанты намеренно стреляют именно в том числе и по гражданской инфраструктуре. А сейчас, друзья, с помощью специальной графики у нас будет возможность продемонстрировать вам, что непосредственно происходит на полях сражений на разных направлениях. Итак, начинаем. Если говорить про Купенское и Лиманское направления, здесь противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области, а также Спирное и Веселое Донецкой. Далее давайте перенесемся в другой регион. Враг осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. В частности, это Двуречное, Купенское, Крахмальное, Харьковской области, Макеевка, Невская, Кременная, Диброва, Белогоровка, Луганской области и Колодязи, Северск, Раздоловка в Донецкой области. Сейчас переносимся в самое пекло войны, многострадальное бахмутское направление. Здесь противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. За прошедшие сутки силы обороны отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут и Ивановская Донецкой области. Вражеским обстрелам также подверглись в частности Федоровка, Васюковка, Залезнянская, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановская, Ступочки, Предтечина, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Делиевка, Торецк, Майорск и Северное. А вот на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новокалинова, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Маринка и Победа. Ощуществил артерийские минометные обстрелы в районах почти 30 населенных пунктов. Среди них Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Углидашка, Богоявленка и Великая Новоселка. Это Донецкая область. Далее у нас есть возможность сейчас проанализировать ситуацию на Запорожском и Херсонском направлениях. Здесь противник ведет оборону. На отдельных участках пытаются улучшить тактическое положение, создать условия для возобновления наступления. Враг также осуществил артиллерийские обстрелы районов более 25 населенных пунктов. В частности, в Ремовке, Новоселке, Зеленого поля, Донецкая область, а также Гуляйполе, Железнодорожного, Гуляйпольского, Волшебного и Каменского Запорожской области. Также пострадал Очаков на Николаевщине и Береслав, Тамарина, Казацкая, Белозерки, Днепровская и Херсон. Отметим, также самое страшное есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Продолжение следует...